Стоит в районе соцгорода дом. Он ни низок, ни высок, как в сказке. С утра до самого позднего вечера идут в этот дом дети. Малыши, за которыми едва поспевают бабушки и дедушки, нагруженные неподъемными портфелями, папками, пакетами. Подростки с уверенными взглядами, они про эту жизнь уже все знают. Мамы и папы, временно оторвавшись от своих бесконечных дел. Одним словом, разные-разные лица. Что общего? Все они спешат в музыкальную школу. Кто-то на урок, кто-то на концерт или классный час, а кто-то забрать ребенка после урока и так далее. И так уже 50 лет. Сравнивая новые и старые фотографии, видишь изменения. Окна современные, скрипичный ключ поставили, цветники по-другому разбили и еще что-то, и еще что-то. И только те же сосны и тот же дом уже 50 лет слушают гаммы, выводимые еще неверной рукой, скрипучие звуки из-под смычка первоклассника, баянные аккорды и интервалы с диктантами, и хор, пока еще не очень стройно выводящий песни. Но вот приходит весна, и из распахнутых окон концертного зала вырываются не аккорды и пассажи. Выплывает ее величество музыка. И сосны уже знают. Это еще один выпуск в музыкальной школе. 1964 год. На карте города Меликеса появляется новое здание. Детская музыкальная школа номер 2. Ее открытие было обосновано многими обстоятельствами. Развивался район соцгорода, строились новые предприятия, подрастали дети. Учеба в музыкальной школе была престижной и значимой для родителей. Они понимали, что молодой ум, не всегда правильно оценивающий, что хорошо и что плохо, требует к себе внимания. И от того, кто встретится на его жизненном пути, во многом зависит и сам путь. Поэтому родители вели детей в музыкальную школу, зная, что здесь ребенок попадет в атмосферу понимания, добра и участия. Первых детишек зачислили на два отделения. Фортепиано и баян. Больше отделений не было, потому что не было преподавателей. Из тех первых выпусков многие выбрали музыкальную педагогику делом своей жизни. Первым директором стала Мария Иосифовна Зарафова. Благодаря ее энергии, целеустремленности появилась школа. Через год на эту должность назначили Александра Ивановича Рассадина. Именно под его крылом формируется педагогический коллектив. Виктория Прохоровна Анохина, Маргарита Николаевна Осипенко, Галина Юрьевна Зевахина, Людмила Викторовна Кирпичникова, Галина Петровна Костюченко, Галина Арказина Малахаева, Людмила Александровна Рассадина, Елена Геннадьевна Казенина, Нина Григорьевна Шпак, Лилия Наильевна Жукова, Ирина Константиновна Балашова, Наталья Николаевна Пальгуева, Тамара Иннокентьевна Здроздова, Татьяна Александровна Задоева, Марина Ивановна Юдинских. С первых дней существования отделение скрипки возглавляет заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Николаевна Евсеева. Далеко за пределами города известен народный коллектив «Ансамбль Гармоника», созданный заслуженным работником культуры Российской Федерации Станиславом Ивановичем Зевахиным. Следующим директором школы был назначен Владимир Дмитриевич Рудковский. Он постоянно пополнял коллектив. Пришли преподаватели-теоретики Оксана Александровна Арманенко, Нина Васильевна Полтарина, Надежда Борисовна Казак, Елена Александровна Заречнева, преподаватели отделения народных инструментов Лидия Юрьевна Рига, Наталья Сергеевна Корзюк, преподаватели отделения фортепиано Галина Анатольевна Батаева, Марина Сергеевна Зинченко, Ольга Александровна Инкина, преподаватели отделения хорового пения, Людмила Михайловна Кузенко, Алла Юрьевна Спиранская. Школа притягивает к себе лучших педагогов, и работать в ней большая честь. За долгий и такой короткий 50-летний путь пополнились ряды заслуженных работников культуры Российской Федерации. Это Татьяна Петровна Воронова, долгое время возглавлявшая отделение фортепиано, и чьи ученики теперь тоже работают в школе. Татьяна Ивановна Ульянова, продолжающая дело своего педагога Ирины Николаевны Евсеевой. Александр Федорович Рассадин, чьим неустанным трудом развивается класс духовых инструментов школы. Елена Ивановна Неугодникова, единственный пока в школе педагог, имеющий звание заслуженного работника культуры Ульяновской области. Отдельная строка для Юрия Андреевича Ковалевского, заслуженного работника культуры Российской Федерации. Будучи директором, не один год этот человек сплотил коллектив в единый творческий и успешный организм. Во многом благодаря ему школа развивалась в ногу со временем, откликаясь своевременно и креативно на новые веяния. Более трех тысяч учащихся окончили школу и разъехались по городам и весям России. Культура самого города развивается в том числе и неустанным трудом и талантом выпускников детской школы искусства. За время работы Дашей номер два открыла свои музыкальные классы в многопрофильном лицее в средних школах номер 23, 22 и 27. Идет время. Пятьдесят так много для людей и так мало для истории. Но большая история всегда сплеталась и сплетается из малых. Детская школа искусств номер два прожила эту малую историю достойно. Ей есть чем гордиться. А жизнь продолжается нынешним первоклассникам писать историю школы дальше. Пусть у них это получится лучше. 12 апреля на сцене Центра культуры и досуга «Восход» состоится торжественное мероприятие, приуроченное к юбилею детской школы искусств номер два. И сейчас, за месяц до этого события, мы пришли в гости и посмотрим за обычным рабочим процессом обычный учебный день. Здесь, как только мы заходим в фойе, как вы можете видеть, находится большое многообразие афиш. Обратите внимание, концертная жизнь детской школы искусств очень насыщенная. 18 апреля приезжает известный артист Сергей Руднев. И, как вы видите, здесь афиша юбилейного цикла концертов, приуроченных 50-летию школы искусств. И далее, совершенно недавние достижения наших педагогов – это лауреаты международного и всероссийского фестиваля, конкурса. Как вы видите, здесь достаточно много. Это на самом деле для нашей школы, вообще для любой школы, это большое достижение. И мы давайте пройдем дальше. А здесь у нас крыло народников. И сейчас мы зайдем на урок к преподавателю высшей категории Риге Лидии Юрьевне. Сейчас у меня Лидии Юрьевны занимается дуэт Дамристо. Менгазева Амина и Мараков Денис. В этом году учащиеся стали лауреатами международного конкурса «Волга впадает в сердце моё» и всероссийского конкурса «Путь к звёздам». Лауреаты регионального конкурса «Солнечные переборы». Они активно выступают на концертной площадке школы и города. Бессменными концертмейстерами у Лидии Юрьевны выступают Курочкина Елена Анатольевна и Беспалова Елена Юрьевна. В данный момент мы видим, как Елена Анатольевна помогает учащимся постигать высоты исполнительского мастерства. «Кошка!» «Играй!» А в этом кабинете сейчас проходит урок у заслуженного работника культуры Российской Федерации Ковалевского Юрия Андреевича. Мы сейчас зайдём и посмотрим. С 2012 года в соответствии с новым законом об образовании наша школа начала реализовывать предпрофессиональные программы. И сейчас мы наблюдаем, как Юрий Андреевич Ковалевский занимается с первоклассником Гемодеевым Азатом по предпрофессиональным программам, которые соответствуют федеральным и государственным требованиям. Юрий Андреевич Ковалевский, заслуженный работник культуры Российской Федерации, имеет огромный педагогический опыт. И поэтому сложная участь первооткрывателя в предпрофессиональных программах по классу баяна была доверена ему. Ну вот и всё. Вспомнили? Хорошо, молодец. Начали. Раз, два. Вы слышите игру духовиков. Эта флейта звучит из кабинета заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Федоровича Рассадина. А сейчас мы внезапно нагрянем и посмотрим, как идёт у них урок. Они наверняка опять готовятся к очередному международному «Любовь к Российскому» конкурсу. «Любовь к Российскому» конкурсу. Меня здесь принимали второклассники. Я очень рада, что я здесь училась, теперь работаю. И желаю дальнейшего процветания нашей дорогой любимой школы. С юбичкой. С юбичкой. А это Иванов Алексей. Ему 12 лет, и он тоже занимается на френте Александра Федоровича. Лёша лауреат первой степени конкурса «Волга впадает в сердце мира». Лауреат в первой степени в городе Барыш. Лауреат первой степени на конкурсе «Ансамбли» в городе Казани в 2013 году. Дипломант дельфийских игр в городе Ульяновске. Он исполняет испанский танец «Машковский». В данный момент проходит урок у Ильи Юдинских. Он занимается у Александра Федоровича на флейте. Ему 11 лет, но он уже лауреат дельфийских игр, дипломант всероссийского конкурса в городе Казань. Лауреат второй степени конкурса «Путь к звездам». В данный момент он исполняет «Минуэт» из маленькой ночной серенады Вольфганга Амадея Моцарта. А это один из самых юных начинающих музыкантов из класса Александра Федоровича. Назиров Тимур. Ему всего 9 лет. Но, несмотря на это, он уже завоевал множество наград. Он является лауреатом второй степени конкурса «Путь к звездам». Лауреат дельфийских игр и дипломант всероссийского конкурса ансамблей в городе Казань. Он исполняет сонату Манчини первую часть. Аккомпанирует Людмила Александровна Рассадина. А здесь, в нашей школе, доска почета. Как видите, у нас достаточно много заслуженных работников культуры Российской Федерации. И к одному из заслуженных работников культуры Российской Федерации, Ульяновой Татьяне Ивановне, которая вот здесь представлена, мы сейчас внезапно нагрянем. А это Маша Бегтиева, ученица пятого класса. В данный момент она вместе со своим педагогом Татьяной Ивановной Ульяновой исполняет концерта «Грусса» Антонио Ривальди. Маша лауреат многих престижнейших конкурсов. В частности, лауреат первой степени межрегионального конкурса «Волшебный смычок» в городе Ульяновске. Лауреат первого павловского конкурса в городе Таятьев. Дипломант международной программы «Новые имена». Бессменным концертмейстером у заслуженного работника культуры Российской Федерации Ульяновой Татьяне Ивановне выступает Людмила Петровна Галецкая. Почетный работник общего образования Российской Федерации. А в зале в это время занимается народный коллектив «Ансамбль скрепощей Кантилена» под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Ирины Николаевны Евсеевой. Неизменный спутник народного коллектива «Ансамбль скрепачей Кантилена» концертмейстер высшей категории Елена Анатольевна Курочкина. В данный момент коллектив разучивает произведение строка, танго «О, эти черные глаза». Этот коллектив необычен тем, что в его составе исполнители различных возрастных категорий. И он практически не ограничен для людей любых возрастов. Все дети, которые обучаются в нашей музыкальной школе, обязательно проходят музыкальную грамоту, такую как саппеджио и музыкальную литературу. И сейчас на один из таких уроков мы зайдем и посмотрим, чем они занимаются. Все детишки в нашей школе с первого класса погружаются в мир музыки. А музыка имеет свой язык. И поэтому они с первого класса начинают посещать такой интересный учебный предмет, как сальфеджио. И в данный момент мы видим, как проходит урок у преподавателя, у преподавателя высшей категории Нины Васильевны Полтариной. Педагоги нашей школы, помимо своей педагогической деятельности, занимаются практикой музыцирования. И в данный момент вы видите, как Далина Аркадьевна Малахаева и Людмила Владимировна Русанова исполняют произведение Эндрю Ллойда Уэбера «Память». А вот в этом кабинете под номером 26 ведет свои уроки замечательный педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации Татьяна Петровна Ворона. В данный момент проходит урок специальности у Сонечки Ивановой. Ей всего 9 лет, и она учится в третьем классе. Но она уже играет такие сложные произведения, как «Двухголосая», «Фуга» и «Огана Себастьяна» «Баха». Соня уже успела достичь неплохих успехов в исполнительстве. Она лауреат межрегионального конкурса ансамблей созвучия и лауреат первой степени международного конкурса «Волга впадает в сердце моё». Здесь же по соседству занимается замечательный педагог Анохина Виктория Прохоровна. Сейчас у неё проходит урок с первоклассником Капустином Фонисом. Давайте подслушаем, чем они там занимаются. А этот элегантный юноша – ещё одна надежда детской школы искусств номер 2 города Дмитровграда – Капустин Фонис. Он ещё во втором классе, но уже играет довольно-таки серьёзные произведения и стал лауреатом межрегионального конкурса созвучий в Ульяновске. Также был награждён дипломом за лучшее исполнение произведения «Огана Себастьяна» Баха. Также Фонис является лауреатом международного конкурса «Волга впадает в сердце моё». А преподает у него педагог высшей квалификационной категории Анохина Виктория Прохоровна. А это старший хор «Ассоль» – руководитель Вильбюгина Евгения Викторовна. Старший хор «Ассоль» – лауреат хоровой ассамблеи имени Владимира Илоновича Михайловского и дипломант конкурса «Солнечный мир. Здравствуй, городе Ульяновске». Старший хор внимательно и очень тщательно готовится к отчётному концерту хорового отделения. А сейчас Евгения Викторовна репетирует с ансамблем своих малышей. Этот вокальный ансамбль называется «Консонетта». Он существует с 2012 года, но за своё небольшое существование он уже стал лауреатом международного конкурса «Волга впадает в сердце моё», лауреатом конкурса «Волна успеха» в городе Самары. В региональном конкурсе «Весенние голоса» концертмейстером вокального ансамбля «Консонетта» является Галушко Оксана Владимировна. «А здесь, в этом кабинете, преподает Нина Григорьевна Шпак. И сейчас, судя по расписанию, у неё должен быть ансамбль гитаристов». В данный момент проходит урок у ансамбля гитаристов «Солнышко» в составе кухарского Степана, Грибакиной Анастасии и Дерганова Георгия. Они лауреаты международного конкурса «Волга впадает в сердце моё» и лауреаты межрегионального конкурса в городе Ульяновске. В данный момент Нина Григорьевна разучивает со своими учениками русскую народную песню в обработке для трёх гитер. А это ещё один вокальный ансамбль детской школы искусств номер два. Его имя – Свирин. И, как вы понимаете, исходя из названия, у него уклон на народную музыку. Руководитель ансамбля, преподаватель высшей категории Цыганова Ивета Александровна. Бессменный концертмейстер ансамбля, великолепный баянист и великолепный педагог, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ковалевский Юрий Андреевич. Детская школа искусств номер два прожила эту малую историю достойно. Ей есть чем гордиться. А жизнь продолжается. Нынешним первоклассникам писать историю школы дальше. Пусть у них это получится лучше. Итак, мы поздравляем детскую школу искусств номер два города Димитровграда с грядущим 50-летним юбилеем. Я работаю в музыкальной школе со дня ее основания. За это время я уже успела выпустить более 30 юбилейков, которые у меня работают не только в Димитровграде, но и далеко за его пределами. В Германии, в Америке. Однажды композитор Безе сказал, воскликнул, «О, музыка! Какое прекрасное искусство! И какое жалкое лицо! И вот этим, так называемым, жалким ремеслом я и занимаюсь всю свою жизнь. И с большим удовольствием. Я люблю свою школу. И считаю ее своим родным домом. Я люблю своих коллег. Ну и хочу пожелать в день 50-летия больших творческих успехов нашей школе, нашим коллективам. Ну и вот, как я еще хотела сказать, лет до старости, нам не старости, и цвети нашей новости. Я счастливый человек. Я проработала в этой школе 48 лет. Со мной трудятся 6 преподавателей, 6 моих учеников. Они успешны в работе, и я горжусь им. Уважаемые коллеги, все вы состоялись в своей профессии. Она и предопределила вашу судьбу. Быть проводниками на пути к прекрасному. Удачи вам, успехов и святых. Я работаю в этой школе с 1967 года после окончания музыкаля в Ульямском училище. Мой стаж 47 лет. 47 лет моей жизни неразрывно связаны с этой замечательной школой. Все эти годы я учила детей музыки, училась сама. Именно здесь я стала деньги расставить. И я так, продолжая в этом пути, высказала мне Виктория Трофманова, я хочу сказать, что я очень счастливый человек, потому что я занимаюсь любимым для себя отделом. Что такое школа? Это музыка и дети. Это самая прекрасная школа на Земле. За годы моей работы около 20 человек учеников выбрали музыку с вами проявлений. Двое из них трудятся в нашей школе. Из бабы Елены Юрьевны, в школу Оксана Владимировна и Наталья Владимировна Салова. Двое в школе-студия. Я хочу пожелать нашей школе процветания. Хочу пожелать ей успеха. И я думаю, что нас всех ждет прекрасное будущее на жизни. Позвольте мне поздравить весь коллектив нашей школы с праздником, с 50-летием. Мне пришлось в школе проработать тоже приличное время, где-то 25 лет, возглавлять эту школу. И я отношусь всегда к тому коллективу, в котором я нахожусь. Люди и поддерживают всегда в трудную минуту, и в радости они рядом. То есть это очень здоровый и хороший коллектив. Я хочу пожелать учащимся, выпускникам нашей школы, преподавателям и работникам всей нашей школы всего-всего самого хорошего. Ну, добрый путь. До следующих юбилеев. Я приехала в этот город в 1965 году. Я организовала класс скрипки. Сейчас со мной работают мои бывшие ученики Ульяна Татьяна Ивановна, Малахаева Галина Аркадьевна. И очень много учеников работают за пределами нашего города в разных городах России. В следующем году будет юбилей нашего скрипичного отделения. Я хочу пожелать любимой школе процветания, радости, громадных творческих успехов. Я в музыкальной школе работаю с 80-го года, как и с утра, вылетела Александра. За период было выпущено очень много музыкантов, которые остались верны своей профессии. Школа для нас является вторым домом. Мы здесь проводим практически большую часть жизни. Мы очень рады, что школа наша стала светлее за счет того, что в ней появилась новая его крыша, как говорится, новый инвентарь. Это, наверное, нужно сказать отдельное спасибо администрации города. Всем сотрудникам и коллегам хотелось бы пожелать здоровья, хорошего настроения, творчества, чтобы мы дожили до следующего юбилея. Спасибо. Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти каждого человека хранится живой источник душевной красоты, доброты, откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, оптимизм, которая помогает нам осознать жизнь во всем ее многообразии, ее красках. Это наша дорогая и любимая детская школа искусств номер два. Вспоминая школьные годы, мы с удовольствием думаем о том, что они были действительно чудесными. После школьных уроков мы с радостью бежали в нашу любимую музыкальную школу, где нас ждал удивительный, волшебный мир музыки. Мы с особой трепетностью вспоминаем наших учителей. это был коллектив по-настоящему заинтересованных людей. Они были молодые, энергичные, полностью отдавались своей работе. Наши замечательные преподаватели, они увлекли нас в прекрасный мир музыки, мир красоты, научили нас трудолюбию, усердию. Они научили нас справляться с поставленными задачами и в дальнейшем определили нашу судьбу. Мы стали музыкантами благодаря нашим замечательным преподавателям. С юмилеем, любимая школа! Школьный дом в два этажа, сосенки ухода, много лет встречал ты нас в разной погоде. Именно здесь, в этой школе, прошло наше счастливое музыкальное детство. Здесь принимали и любили нас такими, какими мы были, отдавая нам частичку своего сердца. Стремительно пролетели дни, прошли годы, и мы вернулись в нашу школу педагогами. И вот уже наши дети закончили детскую школу с курсом номер два. Время летит так быстро. С неутомимой энергией и вдохновением мы приобщаем детей к прекрасному. Наша школа – это наш дом. Мы счастливы видеть, как вырастают наши таланты. Мы любим наших учеников. И мы педагогами. ПЕСНЯ Мы желаем счастья нам, счастья в нашей школе второй. Пусть музыка звучит, принося успех большой. Мы желаем мира вам и любви удачи во всем. здоровье, здоровье, красота, пусть приходит в каждый дом. ПОЗДРАВЛЯЕМ! Школа, мы тебя поздравляем, мы тебя любим и уважаем. Школа, ты супер, ты лучше всех, давай продолжай, держи свой успех. Учителя у тебя хороши, мы говорим это все от души. Школа, мы тебя беречь должны, мы знаем, гордись своими детьми. Ты выпускаешь отличных ребят. Спасибо! Все тебе говорят. ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПОЗДРАВЛЯЕМ!